Ты хочешь себе красивый профиль в Steam? Возможно, тяночку в витрине иллюстрации? Или же просто выделиться среди своих друзей? Привет, меня зовут Серега Сайбербанана, и я знаю, как это сделать, и я знаю в этом толк. Мой прошлый ролик набрал порядка 700 тысяч просмотров, но времена изменились, и немножко интерфейсового стима также изменился. Поэтому сегодня для тебя я подготовил пушечный контент, который заставит твой профиль просто блистать среди всех других. Обязательно поставь лайк, подпишись, напиши любой комментарий, чтобы продвинуть мой ролик немножко в рекомендациях. Я тебе временем начинаю. В конце ролика розыгрыш досмотри до конца. Придумывать велосипед я не собираюсь. Первое, что тебе нужно, это 10-й левел Steam. Как его прокачать? Найдешь ссылочку в описании, я рассказал там все подробно, как это сделать буквально за 2-3 щелчка мыши. Далее, что нам нужно, это несколько сайтов, на которые мы зайдем и сразу подготовим тебе готовый профиль, который просто нужно будет потом залить. Все сейчас покажу. Есть два пути. Первый путь – это мы сами создадим то, что нам интересно, а второе мы возьмем уже готовое. Ссылочки на этот и тот продукт я оставлю, естественно, в описании. Сам разберешься, что тебе более интересно. Но тут парни реально делают годноту. Но я же рекомендую создать что-то свое, и давай все-таки это сделаем. Заходим на сайт Steam Design и выбираем через рандом бэграунд тот бэграунд, который нам интересен. Но все же, опять же, рекомендую тебе сделать по-своему. Смотри, например, заходим в Steam и в поиске вот тут пишем «Зуб пробел фон» по-русски. И находим фон с ушками, например, как вот у меня. Он стоит 154, но похожий фон за 6 рублей ты смело можешь забрать. Заходишь сюда и покупаешь этот фон. После чего нажимаешь «Показать в полном размере» и копируешь в верхний линк. Дальше заходишь сюда и вот ниже, где «Get with background», вставляешь эту ссылку. А вот это готово. Теперь нажимаем «Download zip» и поехали рисовать то, что будет в середине. Я смотрю, у тебя все получается. Но минуточку спонсора, я покажу, где можно поднять скины. Залетаем на сайт hellstore.net. И сегодня мы поиграем в coinflip. Что такое coinflip? Это «Подбрось монетку и испытай свою удачу». И я вижу в данный момент неохренительно много ребят, которые хотят сыграть по-крупному. Давай выберем одного из этих ребят и действительно попробуем себя показать. А ну вот и погнали, ребят. Ну, монеточка родная. Дай нам хорошо сюда. Я так и знал, по-крупному сыграть. Ну и про тебя, конечно же, я не забыл. Залетай на сайт hellstore.net, вводи промокод «Сайбербанана» и получай от меня халявные 60 центов. В общем, все ссылки в описании. Теперь давай продолжим. Находим архив и разархивируем его. Нам нужны всего лишь два рисунка. Это middle и right top. Вот эти два, мы над ними и будем работать. Далее заходишь в gif maker. Тут тебе обязательно нужно авторизоваться, иначе ничего у тебя не получится. После чего нажимаешь gif. Дальше находишь папку, которую ты недавно скачал. И находишь middle. На ней как раз мы и будем рисовать. Нажимаешь на нее и открыть. Загрузка готова. Теперь в поле caption, вот здесь, ты можешь написать любое слово, которое тебе интересно. Например, у меня канал YouTube Cyberbanana, поэтому я напишу кубер-банана. Дальше мы можем выбрать любой интересный нам эффект. На примере оставлю глич, выглядит классно. Хотя нет, сейчас в тренде именно такие цвета. Возьмем это, возьмем по-другому, возьмем изменим, посмотрим сюда, поставим так, как тебе угодно. Крути, верти, делай как хочешь, сделай так, чтобы тебе действительно самому это нравилось. И значит будет нравиться и другим. После чего нажимаем стикер и находим интересные для себя разные стикеры, которые дадут тебе ништяков. Например, давай нажмем вот это. Ну как же, да? Все же должно сочетаться. Ставим сюда, и после этого вот эта собака подойдет вообще идеально. Супер! Теперь мы просто берем и нажимаем кнопку Continue to Upload. После чего Upload to GIFP. Когда нас перебросило на эту страницу, всего лишь что нам нужно сделать, нажать правой кнопкой мыши по нашей гифке, сохранить изображение как и сохранить. Все, гифка готова. Теперь поехали грузить сам профиль. В самом начале ролика я сказал, что нужен 10-й левел Steam, чтобы появилась витрина иллюстрации. Но многие, когда получают 10-й левел, заходят в сами витрины и говорят, мы не видим эту витрину иллюстрации, ее просто нет. Я тебе смело могу сказать, что ты должен загрузить хотя бы одну картинку, и тогда витрина иллюстрации появится. Бак это или что-то другое, я не знаю. Но как загрузить картинку? Рядышком в профиле есть вот такая кнопка иллюстрации. Вот сюда нажимаешь, и после чего загрузить иллюстрацию. После первой загруженной картинки у тебя витрина иллюстрации сразу появляется. Но давай мы продолжим это действие. Не из игры нажимаем, после чего даем название. Назову новое 1, чтобы отличать от других. Выберите файл, заходим. Находим именно сначала боковиночку, нажимаем на нее и открыть. Дальше спускаемся ниже, и здесь пишем абсолютно любое рандомное, что у тебя по душе. После чего для всех я подтверждаю, и после этого нажимаем F12. Обязательно выставляешь консоль и вставляешь вот такую вот команду. Естественно, ее я также оставлю в описании. После чего нажимаешь Enter. И теперь нажимаешь сохранить. Если у тебя не работает F12, просто зайди в другой браузер. Это не работает, если ты будешь делать в самом Стиме. Это не работает, если ты будешь использовать, допустим, Оперу. Скорее всего, тебе нужно просто использовать либо Яндекс, либо Гугл, и у тебя все будет работать. Как мы видим, у нас загрузилась эта иллюстрация. И теперь нам надо загрузить точно такую же, только вторую. Как это сделать? Снова заходим в профиль, нажимаем иллюстрации и продолжаем делать дальше. Так, иллюстрации. После чего нажимаем загрузить иллюстрацию. Не из игры. Пишем новое 2. Дальше выбираем то, что нам нужно. Но здесь, конечно, мы загрузили немножко в другое место. Вот наша загрузочка, то, что нам нужно. Спускаемся ниже, нажимаем абсолютно любое. Движемся ниже для всех. Я подтверждаю. Опять в консоли вставляем то, что нам нужно. Естественно, как я говорил, в описании ты все найдешь. Нажимаешь Enter. И после чего сохранить. Ждешь загрузку, когда это будет сделано. И после этого заходишь уже в сами настройки профиля Steam. Итак, загрузка сделана. Находим профиль. После чего нажимаем редактировать профиль. Спускаемся в витрины. Здесь находим витрину иллюстрации. Убираем все вот это и выставляем свое. Здесь мы ставим именно новое 1. Это вот это. И второе мы выставляем вот сюда. Это самое первое, которое у нас было. Чуть-чуть ждем прогрузочку. И после чего нажимаем сохранить в самом низу. Окей, готово. F12 можно отжимать. Это нам уже сторона больше не нужна. И заходим в сам профиль и наблюдаем за вот этой картиной. Готово. Все работает. И качество на высоте. И флаг. И Сайбербанана написано. Тебе все понравилось? Поставь обязательно лайк. Поддержи Серегу. Для тебя же старался. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, обязательно пиши в комментариях. И, кстати, по традиции, вот этот розыгрыш специально для тебя подгон. Ссылочку найдешь в описании. Участвуй. Через пару дней уже подведем итоги. И также посмотри вот этот ролик. Я тебе говорю, он тебя не разочарует. Пока-пока.